Хасан спрашивает еще, ведется ли учет пожеланий клуба по реконструкции стадиона? И правда ли, что вместимость сократят до 27 тысяч? Ну, да, говорили о том, что будет 25-27 тысяч, об этом был разговор. Ну и пожелания клуба какие они, чтобы она была современная и удобная для болельщиков. Поэтому это единственное пожелание. А пока конкретики такой, в общем-то, и не было. Я думаю, люди занимаются, о чем мы уже сказали. Занимаются экспертизой, наверное, проектированием занимаются. Азам Хугати спрашивает. Юрий Форзунович, что будет с клубом, если в новом сезоне получится такой же результат? Нет, ну результат не должен быть таким. Но мне относительно результата хочется сказать болельщикам. Вот нужно вообще понять сегодняшний реалий. И вот это время, я тоже шел сюда, и я думал прежде всего о том, что нужно сделать результат болельщикам. Нужно предоставить команду первой лиги. Что достаточно у нас футболистов для того, чтобы решать серьезные задачи. Кого-то из, кто уехал, вернуть обратно. Но если вот время, которое я здесь провел, здесь нужно говорить в целом о футболе. В целом о футболе, о том, что я уже не раз об этом говорил. Тут должно быть достаточно футбольных полей. Они не только должны быть в городе, а должны быть в других городах наших и небольших других местах. Здесь должна быть качественная работа. Поэтому я каждый раз акцентирую, что тренерам школы нужно помочь. Потому что вчерашний хороший футболист, и даже имеющий хороший потенциал, еще не есть тренер, не есть тренер. Хотя амбиции, в общем-то, наверняка бывают. Но все равно нужно и определенный опыт и знание. Дальше, безусловно, и команде нужны условия для того, чтобы мы имели собственную базу, имели тренировочные поля, транспорт мы, чтобы имели свой, чтобы могли комфортно к тренировкам готовиться, разбирать игры могли комфортно. То есть все атрибуты профессионального футбола необходимы. И все это, безусловно, затраты. И вот если сегодня, опять же, взять какие-то огромные средства, вложить, пригласить из вне футболистов, из вне футболистов своих где-то вернуть, конечно, можно и ставить задачи, выйти. Но мне кажется, что вот кто-то говорит, надо заниматься одной командой, решить вопрос от выхода. И, безусловно, в общем-то, это мнение имеет право на жизнь. Но я думаю, надо заниматься фундаментальным футболом нашим. Футбол и футбол, который должен, в общем-то, пополняться. Вот только недавно у меня тренеры были в молодежной команде, в частном чемпионате республики. Они тоже просматривают всех, на карандаш кого-то берут. Я спрашиваю, кто может пополнить главную команду, они затрудняются сказать. И даже в число тех, которые, в общем-то, лимитчики, которым позволено играть обязательно, то они, в общем-то, здесь есть сомнения. Поэтому это дефицит. И говорят, даже ближайшие там два-три выпуска, это тоже, как мы знаем, как идет. Значит, надо понять, что нам надо, безусловно, создать площадку для роста детей, как футболиста, да, и из возраста в возраст, чтобы переходили. И даже вот сам наш диалог, он ведет к тому, что насколько важна цельная система подготовки в школах, потом молодежная команда и главная команда. Поэтому вот этим прежде всего надо заниматься. И я надеюсь, что понимание в этом вопросе будет, да. А не только, в общем-то, давайте мы какие-то места займем, и какое нужно для этого вложение. Хотя и везде это требует затрат, везде требует затрат. Поэтому я жду, во-первых, встречи для того, чтобы вот свои соображения сказать, учитывая тот период, который я здесь был, и план, который наметится, и потом, наверное, болельщик будет доложено, о чем договорились, что ожидать в ближайшее время, в перспективе, что ожидать, какая-то плановость должна быть в футболе тоже. Вот Роман Засеев помимо вопроса еще и немного свое мнение высказал. Он пишет, думаю, нужно не ждать результата от команды, у которой нет денег даже на экипировку, а создавать шум вокруг команды. Интерес, ходить на стадион, платить эти жалкие 50 рублей, тогда и спонсоры заметят, и на этой волне интереса клуба многие захотят в него вложиться, даже по мелочи. А пока что эта команда ничем не отличается от сотен других в России, только лишь более известным тренером? Ну, во-первых, я этому парню за душу его благодарен, да, потому что видно, насколько он переживает за футбол, да, в целом, и за команду. И с другой стороны, конечно, хочется, чтобы трибуны заполнялись, но заполняться трибуны должны от качества, да, и вот мы должны точную информацию доносить, доносить. И вот я со многими разговариваю, которыми есть отношения, которые долгие годы ходили на футбол, люди болели, подходят ко мне, и даже друзья мои какие-то, они говорят, ты, извини, мы там не бываем, потому что мы очень переживаем и понимаем, что может не быть результата, и точно так, наверное, и люди со стороны следят за этой ситуацией, сопереживают команде, хотят, чтобы времена поменялись, но все равно футбол в большей своей части должен нести положительные эмоции, а сегодня, когда мы находимся в таком положении, наверное, нужно терпение, терпение, и, в общем-то, многие не хотят болезненно переживать, потом уходить отсюда с плохим настроением, и я их понимаю, хотя каждый раз оглянешься и ждешь, что болельщик пришел, болельщик пришел, а то, что, в общем-то, нужно футбол в целом опекать и понять, опять же, я о чем говорил, понять то, как строить футбол в целом, начиная от материально-технической базы, команды, и при этом говорят быстро и не спеша, но самое главное, фундаментально нужно его выстраивать, чтобы он все-таки твердо стоял на ногах, и прекратить отток ребят талантливых, для того, чтобы они не становятся, я уже сказал, 11 лет твердо на ноги, чтобы мы могли радоваться даже нашими воспитанниками, где-то, да, сегодня Хасонов появился, все как-то надеются, а могли бы, в общем-то, им здесь стартовую площадку отдавать, и играть на более высоком уровне, для этого надо, в общем-то, сегодня очень постараться. Мурат Губеев задает два вопроса, преподаватель географического факультета. Тренируя разные команды, вы всегда уделяли самое пристальное внимание местным детско-юношеским спортивным школам, в каком регионе вы бы не находились. Разумеется, вы, как никто другой, владеете самой достоверной информацией о действительном состоянии дел в нашем футболе, и возможностях наших местных воспитанников, в их краткосрочной и долгосрочной перспективе. Равно как и тех, кто их тренирует. Вопрос у меня следующий. Кто, на ваш взгляд, является самым перспективным местным футбольным специалистом, и кто в будущем мог бы при желании усилить ваш тренерский штаб, или уже завтра заявить о себе, как о преемнике славных традиций осетинской футбольной тренерской школы? Я хочу сказать, что вот сейчас мы диалог с болельщиком ведем, настолько глубокие, как-то футбольные вопросы не везде задают. И даже настолько профессионально задают вопросы, что и приятно слышать эти вопросы, и отвечать на них приятно. Но я уже отчасти об этом сказал, что находясь далеко, я не мог, в общем-то, точно понимать, в каком сегодня состоянии в целом футбольное хозяйство наше. И действительно, где бы я ни был, там школа и главная команда, молодежная команда, это была одна неразрывная такая цепь, это называлось футбольным хозяйством, и свои ребята появлялись. И вот сейчас даже поехали в Астрахань, и многие из тех ребят, которых мы взяли и готовили, они сегодня играют и забивают, и мне это приятно. То же самое, конечно, и в других были местах, в том же Камазе и даже в Самаре. Поэтому, конечно, я понимаю, что футбол начинается с детства, как и дерево, в общем-то, с семени начинается. Поэтому, конечно, и у нас всегда появлялись футболисты, и я уже об этом сказал, нужно площадку создать. Нужно создать площадку для того, чтобы, в общем-то, и оставались дети, и росли, и что было. То, что касается детских, допустим, тренеров, это точно так же, как и дети самые. Наверняка, и у нас много бывших футболистов, может быть, больше, чем где бы то ни было. Люди, которые пропустили через себя футбол, и знают, и видели разных тренеров, разных специалистов, они видели и есть амбиции стать тренером, хорошими. И я наверняка уверен, что и они в перспективе могут быть тренерами. Но для этого, как и детям, нужно создавать возможность, в общем-то, обучаться. И точно так же и тренерам нужно дать эту площадку, чтобы росли. И мне бы хотелось, чтобы футбол был в целом идейный. И вот пока я работаю, сколько там мне лет отведено, я и каждый раз, и тренерам своим говорю везде, об этом говорю, что нужно обязательно создать возможность тренерам получить образование, дать им возможность, чтобы в перспективе мы бы не где-то искали тренеров, а внутри республики они действительно были. И управленцев тоже, не только тренерами, но и управленцами нужно, потому что и школы нуждаются, чтобы они функционировали качественно, и тренерский состав, в общем-то, был окружен внимание, забота, и в них все было. Поэтому это такая большая, серьезная работа, которую нужно выполнять. И когда разговариваешь с бывшими футболистами, я им говорю, вот осталось мне там условно 10-15 лет, вам там по 30 лет или сколько-то, что вы, я должен вам подготовить всю площадку, для того, чтобы дальше, в общем-то, автономно футбол работал. И очень хочется, чтобы все футбольные люди и все школы между собой, в общем-то, были в корректных, уважительных отношениях, да, а и в то же время осталась спортивная, конкурентная среда. Поэтому к этому надо, в общем-то, нам стремиться и нужно понять, опять же, что для всего нужно время. А время, которое сегодня у меня было, оно времени достаточно для того, чтобы вот дать оценку футбольному хозяйству, в каком оно состоянии, учитывая материально-техническую базу, учитывая и спортивную его часть, да, потому что, когда мы работаем и не можем сказать, вон там играют наши воспитанники, вон там играют наши воспитанники, и гордиться ими, даже если они вне нашей команды, значит, нужно, наверное, какие-то нам вместе делать поправки и не искать там виновного, почему. И не появляются футболисты, не искать виновных, кто сегодня виноват в том положении, в котором в целом футбол находится, а просто нужно объединиться и заняться футболом, понять его место положения и, в общем-то, его развивать. И второй вопрос от Мурата Габеева. Как вам в свое время удавалось совмещать учебу и карьеру футболиста? Ну, потому что, наверное, есть какая-то ответственность, да, уж так сложилось я. И в школе учился хорошо, хотя, в общем-то, уезжал и на соревнованиях, и, не знаю, даже у меня как-то и директор за руку здоровался, и в школе как-то учителя уважительно относились, наверное, может быть, и держал себя правильно, да, относительно них, и дальше так складывалось. И потом, да, я поступил после физвоспитания, все-таки определенные льготы футболистам и спортсменам есть, когда они поступают на факультет физического воспитания, но, тем не менее, когда у меня была возможность, я всегда приходил, и, в общем-то, не пропускал занятия, хотел освоить те предметы, которые получали мы. И после этого уже в 28 лет я поступил на экономический факультет, и то же самое я, в общем-то, бывал уже вроде взрослым, в зрелом возрасте, и, тем не менее, читая что-то, под подушку положишь, вот он, ну, что не хотелось, чтобы кто-то за тебя попросил, и ты был в общем ряду с теми, которым, в общем-то, формально дают дипломы, и, в общем-то, старался заниматься по мере возможностей своей. И каждый раз, когда ты вот после этого заканчивал в Блихановской академии менеджмента спорта, да, и то же самое, в общем-то, поступил туда, и очень внимательно к этому относился, и приятна даже оценка там профессора Йоффе, который сказал, это мой один из лучших учеников, и я считаю, что вопрос не в лучшем ученике, или в каком-то вопрос, насколько, в общем-то, ты впитываешь то, что тебе дают люди более опытными в том, к чему ты пришел обучиться. И дальше есть практика на базе теории, да, которые, наверное, это делает тебя сильнее. Ты можешь, если касаться футбола, из не очень качественного материала, наверное, увидеть какие-то качества и сделать футбол, помочь футболисту встать на ноги. Из хозяйства, которое не очень успешное, ты должен определить пути, как развивать это хозяйство, и поэтапно понимать, что, в общем-то, не все делается быстро, не все строится моментально, но планово по кирпичику создавать и хозяйство в том числе. Конечно, это трудоемко, я помню, первое время в КАМАЗе это мы приходили там в 9 часов утра, уже все были на работе, и там до 12, и там до часу иногда сидели, потому что вопросов много было, и организационных, и спортивных вопросов было очень много, и люди, может быть, и уставали порой, а потом, я когда уехал, мне говорят, ой, как хорошо пришли, позанимались, и потом ушли. На этой базе, в общем-то, хозяйство шло, а потом закончилось, и я уж, мне потом говорят, начальник команды, говорит, лучше бы мы сидели до 12, и до часа душили бы хорошо, как это было прежде. Поэтому, конечно, напряженный труд, и ответственность, и, в общем-то, желание освоить специализацию, оно должно давать результаты, дает результаты. И, Юрий Форзунович, заключительный вопрос от Сергея Казанцева. Он очень такой развернутый, поэтому я его зачитаю так. Да, конечно. Спасибо группе и Юрию Форзуновичу за то, что предоставляете такую возможность болельщикам высказать свое мнение. Уважаемый Юрий Форзунович, к сожалению, игра, которую показывает наша команда, далека от той, которую все ждут. Более того, нынешняя команда самая слабая из тех, которые мы имели за последние 3-4 года. Нет характера, нет рвения, нет элементарной футбольной грамотности и выучки. Мнение болельщиков таково, что 90% игроков нужно распустить. Все знают о тяжелой финансовой ситуации, но 3-4 года назад было так же тяжело, однако так безвольно мы не играли. В каждом матче игроки сами привозят голы. Проанализируем последние игры с Краснодаром, Урожаем, Черноморцем. Везде были глупые привозы, а сколько их уже было по ходу всего чемпионата. Правый фланг защиты полностью отсутствует. Будем откровенны, линии защиты в целом у нас нет. Игроков опорной зоны тоже. Отсюда неумение начать быструю контратаку, перепасовки назад и забросы вперед. Нет вратаря, способного выручить. Больно смотреть на такую игру команды, на неуверенных в своих силах игроков. И что самое важное для болельщиков, мы не видим самого главного, желания биться. В команде много игроков, которым нужно сказать спасибо и расстаться. Он дальше идет перечисление. Он разбил игроков на три группы. Не будем зачитывать конкретно кого куда, но с кем расстаться и сказать спасибо. Есть группа игроков, которые честно стараются, но, увы, уровень невысокий. И несколько игроков, способных расти, решать задачи. Если мы хотим решать высокие задачи уже сегодня, нужно избавляться от тех, которые бесполезны, и наигрывать костяк, которые способны решать высокие задачи в следующем году с учетом точечных усилений. Юрий Фазунович, мы приходим стабильно на домашние матчи, горячо поддерживаем команду, делаем свое дело. Поэтому мы требуем от игроков, чтобы и они делали свое дело, и играли с горящими глазами и желанием. Хороший, длинный вопрос такой. Я скажу, что много есть, в общем-то, в том, что говорится, есть и объективности, но есть и эмоции, безусловно, от любви к команде. Конечно, мне бы тоже хотелось, чтобы команда играла содержательно. Мы над этим работаем, но, к сожалению, в площадке тоже. Ну и смотрите, вот перед этот вопросом, он вот перед этим, мы говорили о качестве, да, о качестве. Вот у нас играла одна команда, которая болельщик говорил, мы выиграли там лидеров, еще что-то, и была надежда. Дальше мы приобрели футболистов, казалось бы, более опытных, более высокого уровня, но при этом сбор мы провели перед сезоном, а перемена порядка 15 человек пришло в команду, и провели всего 10-дневный сбор, при этом группа игроков, которые более опытные, тот же Григорьев, тот же Хадарцев, тот же Буки, там еще другие ребята, они пришли позже, да, по ходу сезона, и получается, фактически сформирована была новая команда, да. И, конечно, сегодня говорят там о больших, каких-то звездных командах, что мало времени, или даже вот Кононов только что написал, что для того, чтобы игра появилась, уже видно было, почерк какой-то, нужно 4 месяца, это при высококлассных футболистов, а если, говорит, одного-двоих поменять, то, говорит, и того больше. У нас было всего 10 дней, да, естественно, люди, в общем-то, за такое короткое время, причем не всех было 10 дней, а мы по ходу сезона начали строить команду, строить команду, и эта часть даже меньше, чем у Кононов, говорит, 4 месяца, всего 3 месяца перед, это при классных игроков уровня Спартака Москвы, чтобы лицо было видно, я не говорю о уровне сопротивления. Дальше, все-таки, в начальной стадии очень были, я уже об этом говорил, много ошибок, которые влияют, потому что, если команда еще не сформирована, то и психологически, да, такое стешня, такого нету, и вот эти ошибки, которые отбирали у команды очки, они тоже сказали в целом на психологии команды, и, наверное, футболисты, когда выходят ответственные, их тоже это сковывает, и даже опытных, потому что взять Григорьева, опыт большой, а он пришел в команду второго дивизиона, когда, я не знаю, он играл еще в команде, и при нем нету результата, это тоже, в общем-то, накладывает ответственность, поэтому я думаю, что, конечно, есть позиции, которые явно нуждаются в усилении, я могу согласиться со многим, то, что говорится, и люди говорят о том, что видят, и это видимая часть, а есть, в общем-то, объективные и субъективные вещи, которые потом приглашать более высококлассных футболистов, это, опять же, создавать им условия, в том числе личные условия, и в целом должны быть условия, а у нас, ну, транспорт, вы знаете, стоит, мы его приобретаем, поле футбольного для тренировочных нет, базы, куда футболисты соезжают, нет, мы сняли квартиры футболистам, тех, которые небольшое количество получили, и они, в общем-то, квартирных тоже нет, они платят из тех небольших средств, которые нет, поэтому нужно в целом комплексно снимать, и я же перед этим вопрос говорил, что отвечать на запрос болельщика, безусловно, нужно запрос такой, чтобы команда была наверху, но и болельщик должен, в общем-то, с пониманием относиться к тем реалиям, в которых мы сегодня находимся, и существуем, и действительно, если сравнить команду, которая, в общем-то, заканчивала сезон, да, и я считаю, что футболисты, которые сегодня, и футболисты внутри команды, которые остались, стоя, они говорят, что эта команда сильнее, но по содержанию та команда выглядела лучше, она, в общем-то, вместе играли, более исполнительная была, поэтому это лишний раз говорит, что время нужно, время нужно, время было очень короткое, турнир, турнирные задачи, хотелось решать другие, и вот когда ты попадаешь в такую ситуацию, наверное, и командная игра не всегда выглядит так, как, чтобы удовлетворить болельщики, поэтому для этого нужно время, нужно время, но самое главное, говорят, первый шаг к тому, чтобы излечиться, условно говоря, алкоголиком, нужно признать, что ты алкоголик, да, и точно так же нам нужно сегодня признать, о чем я нигде не слышал, мы все время говорим о талантливых ребятах, которые у нас есть, да, возможно, это так, но последнее время, длительное время, мало кто заиграл на каком-то уровне, и мы говорим, что вот у нас есть традиция, но все, то, о чем мы говорим, это прошлое, нужно сегодня реально оценить, настоящее, и поэтапно решать вопросы футбола, вопросы футбола, перед этим вопросы были тренеров, вопросы инфраструктуры, вопросы оттока футболистов, вот это все нужно решать, я считаю, комплексно нужно решать сегодня даже, для того, чтобы выйти в первую дивизион, надо вложить хорошие средства, собрать, в общем-то, команду, и, может быть, и своих футболистов не получится, значит, надо извне откуда-то приглашать, и потом выйти туда, и там надо выглядеть достойно, достойно нужно выглядеть, а не обетно транзитом, это лишняя трата средств, поэтому я говорю, нужно серьезно, планово выходить, проанализировать, в каком мы сегодня состоянии, и после этого вот так вот отчитываться перед болельщиками, докладывать болельщикам, что сделано, и, наверное, тогда и интерес пробудится, и понимание будет с обеих сторон, и футбол начнет двигаться, развиваться, и я думаю, что не может в Осетии не быть футбола, потому что есть такой глубокий и болельщик, и есть традиции, многолетние традиции, есть какие-то достижения, всегда были периоды, когда и подъемы были, и спады какие-то были, но вот такого вот глубокого кризиса, как сегодня, я думаю, что, может быть, и никогда не было, поэтому за это надо сообща взяться, и понять, что ничего не делается по мгновению палочки, а все-таки делается через работу, через кропотливую, и не однодневную, а каждодневную работу, поэтому я хочу от болельщиков всех очень поблагодарить, за то, что такие заинтересованные вопросы, за то, что такие, в общем-то, точные вопросы, футбольные вопросы, они задают, за то, что у них болит душа, иначе бы не было, в общем-то, такого глубокого анализа от болельщиков, и надеюсь, надеюсь, знаете, один человек ничего не сделает, а все-таки будет плечо к плечу, именно футбольные люди объединятся, и вместе поймут, что сообща нужно, в общем-то, развивать и восстанавливать футбол, который был, и двигаться дальше, иначе ничего не будет, поэтому огромное всем спасибо, и я думаю, что наши встречи вот такие, они будут продолжаться. А я, Юрий Фрозонович, вас от лица болельщиков, поблагодарю за то, что вы так легко идете на контакт, и отвечаете на каждый вопрос болельщиков, и, как вы сказали, через небольшое такое время, короткий срок, может, снова проведем такой... Обязательно, потому что, ну, я же отчетливо понимаю, что хочется футбол играть хороший, и видеть полный трибун, к этому надо будет стремиться. Спасибо. Спасибо, Юрий Фрозонович. Спасибо.